Доброе утро! Екатерина Михайлова, методист парка флоры и фауны Роев Ручей у нас сегодня с гостей. Доброе утро! Я пилю новый лук с козой. Пока Саша выкладываешь фотографии, Катя, расскажи, как зовут эту малютку? Она сама представилась. Ее зовут Кнопочка, Кнопа. Это карликовая коза, мини-козочка камерунская, такая симпатичная. Она у нас родилась в Роевом Ручее, и мы ее приручили, сделали ручной. Кстати, она очень хочет кушать молоко в хорошей температуре, но она уже проголодалась за дорогу. В машине вела себя идеально, сидела на ручках и даже вообще не скакала ничего. С Василием все козочки капризничают. Пока вы кормите... Слышите? Вот это аппетит! Пока вы кормите козу, давайте вот эти вот пригласительные разыграем, да? Да, есть вопрос у нас. Ну, он касается нашей темы, что у нас северный льонек родился в Роевом Ручее. И вопрос я хочу знать такой, как называют самку домашнего северного оленя? Как называют самку домашнего северного оленя? 202-88-88. Звоните скорее в редакцию, мы ждем звонка. Все, пусто. Коза проинспектировала билет, да, уже вот с этой стороны? Да. Прокопустировала зубками своими. Все, все, все. Кать, расскажи мне, пожалуйста, про зонтики, вот эти радужные красивые. Радужные зонтики появились в Роевом Ручее, они висят на проходной, можно совершенно бесплатно взять зонтик в непогоду. Или, например... Можно погулять пока сказать? Да, конечно. Или, например, если жаркое, солнце светит, можно укрыться под этим зонтиком. На нем написано «Я живу в Роевом Ручее», поэтому если вы встречаете в городе такой зонтик, знаете, этот человек думает только о себе, а не о других людях. Я о них... Екатерина не хотела об этом говорить, но я думаю, стоит сказать. Вот парк «Флоры и фауны» решил позаботиться о горожанах, которые приезжают в зоопарк, и если вдруг не погода, могут бесплатно воспользоваться зонтиком. Несколько зонтиков уже умыкнули. Фу-фу-фу таким людям. Если вы увидите у кого-то зонтик вот с такой надписью, скажите этому человеку, что он негодяй, и пусть вернет это в парк. Главное, чтобы сейчас как вызов это не приняли. Знаете, Катерина, такие красивые зонтики очень-очень сильно мотивируют на то, чтобы их стащить себе домой. А, надо некрасивенькие, да? Надо некрасивенькие раздавать. А вот такие красивые впечатляют. Вася, а все козы к тебе. Все козы ко мне. Кстати. Такой же Василий Баранов. Понятно, что у них есть что-то общее. Они чувствуют это веще. Да, лучший друг у меня Олег Коровкин в детстве. С этой козочкой ведь можно в парке пообщаться. Да, она гуляет на поводке прям по парку по самому. Можно ее погладить, сфотографироваться с ней очень славно. Ну, конечно, не замучить ее. Там зоологи следят за этим, чтобы слишком много внимания козе не уделяли. Ну, и на детском дворике живут такие же козочки, как она. Только не совсем такие ручные, как кнопочка. Но их тоже можно покормить, посмотреть на них. Скажи, пожалуйста. А когда эта козочка вырастет, она будет давать вот такое молоко? Ну, это коровье было молоко? Ну, она... Коза ест коровье молоко? Да, вы знаете, как управлять тяжело козой? Вот честно. Вот ее если тянешь вперед, она сразу сдает назад. Тут же она едет в другую сторону. Козы гордые горные животные. Что вы хотели? Посмотрите, какие у нее копытца хорошие. И рожки уже есть. У нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Очень приятно. Ниночка, вы же были неоднократно, я надеюсь, в Роевом ручье? Да. Нравится? Да, нравится. Скажите, пожалуйста, как же называется самка-оленя? Самка-оленя называется Важенка. Совершенно верно. Смаженка? Наших Важенок зовут Ряженка одну, она белая, да. А вот маму-олененка, который родился, зовут Морошка, как ягодку. Морошка. Это вот они, да. Билет на двоих. Белая на белых. Вы сможете посетить парк Флоры и Фауны Роев ручей совершенно бесплатно, мы вас поздравляем. И, кстати, про еду, раз уж мы заговорили, еще раз, наверное, стоит напомнить, что кормить в парке можно только в контактном зоопарке. Да, только нашим кормом обязательно. Особенно нельзя давать хлеб, сахар. Вот сахар это самое сладкое, смертельно опасное для животных. От себя ничего не давайте только вот в контактном зоопарке. У меня такое ощущение, Саша, что не ты ее выгуливала, а она тебя выгуливала. Причем загуляла она тебя в угол куда-то. Так непривычно трогать рога на голове. Возьму на ручки. Саша, ну она просится на ручки. Возьми на ручки козла. Надеюсь, мужчины никогда не поймут этого чувства. Возьми на ручки козла. Вот так. Ну надо как собачку, как ребенок. Ты что, собачку не умеешь брать на ручки? Это Киев. Саша. Кажется. По-моему, конечно. Объясняешься ее взять за низ рукой, но если не, это не страшно. Она там тоже мягкая. Ладно. Общайтесь с милыми животными чаще. Она думает, что молоко есть. Там уже нет. Благодаря парку флоры и фауны Роя Фручи Екатерина Михайлова, методист парка, была у нас вместе с кнопочкой. Да. Спасибо. Продолжаем нашу программу. Продолжаем.